здравствуйте друзья в этом видео я покажу вам как делать запекание в блендер зачем она нужно и давайте сразу посмотрим результат как выглядит сцена без запекания и как выглядит с запеканием в целом запекание используется для двух пунктов первое это снизить нагрузку на железо и вторая цель это улучшить качество также имеется небольшой минус создаются текстуры которые занимают некий объем памяти и так давайте вот открываем блендер и здесь по умолчанию у нас свет камера и куб нажимаем g z и поднимаем выше примерно так на плоскость далее нажимаем shift и создаем мэш выбираем план нажимаем s и растягиваем его например вот так далее нажимаем control а и применяем трансформации далее я хочу вам наглядно показать чтобы тень создалась от другого куба на вот этот куб поэтому выбирая кубе нажимаю shift d чтобы продублировать и допустим вот таким образом давайте немного еще вот так подвинем чтобы от света создалась тень на вот этот куб и рядом мы еще сделаем сферу ювисферу давайте на которую применим какой-нибудь интересный материал содержащий ноды тем самым я вам покажу как сделать запекание и когда текстура есть или когда много нот как это все в одну текстуру запечь и собственно давайте у сферы нажмем control 2 таким образом мы создали модификатор это горячая клавиша subdiv на уровне 2 правой кнопкой мыши нажимаем 6 смов обратите внимание что модификатор мы можем применить здесь либо при экспорте допустим если в gltf нам нужно поставить галочку самостоятельно либо если в fbx там галочка по умолчанию стоит но мы с вами сегодня будем работать с форматом gltf чтобы сразу все текстуры вшились все настройки материалов перенеслись spark у нас любит этот формат и собственно давайте перейдем вид шейдинга и начнем настраивать материалы камеру мы удаляем свет мы тоже удаляем мы добавим немного другой источник я нажимаю на плен нажимаем материалы нажимая создать новый и в base color давайте сделаем розовый оттенок и здесь давайте еще пару настроек применим плен это спекуляр сделаем побольше захват света a roughness шероховатость поменьше но не стоит делать прям до уровня блеска это нам не нужно потому что под разным ракурсом блеск разный они много добавить блеска вполне достаточно то есть право матовый слева максимально отражающий давайте перейдем кубу нижний куб мы сделаем синего оттенка и допустим спекуляр тоже поставим побольше а roughness поменьше и у нас был один материал для двух кубов поэтому у второго куба мы выбрав второй куб здесь материалах вверху мы нажимаем кнопку добавить новый материал и она заменяет прошлый материал дублируя поэтому здесь остается поменил только цвет и настройки наши сохранились спекуляр и roughness который мы делали далее давайте сделаем у сферы сложный материал я буду использовать плагин полигон здесь прописываем в фри и выбираем какой-нибудь бесплатный материал допустим вот это нажимаем применить далее давайте в шейдинге посмотрим что он сложный то есть вот такой материал такие материалы не экспортируется обычно то есть если вы fbx сделать экспорт или у вас тут может быть много но от могут быть другие ноды могут быть попроще если напрямую текстура допустим не подсоединяем байскалов скорее всего она не вошьется поэтому когда вы сделали такую сцену и допустим вы уже хотите там ну сделать air фильтр например вы видите в блендере одно но например вы даже еще рендер не делали но уже будет разница в том плане что при нажатии экспорт глтф он же выбираем рабочий стол и здесь давайте найдем дата мэш и применить модификаторы так как мы и сабдив применяли а текстуры по умолчанию вшиваются в глтф в отличие от fbx здесь уже галочка стоит материалах автоматически но в списке анимации у нас нет и быть не может при запекании текстур это будет нелогично можно делать обманными путями целом запекание текстур это уже обманный способ если у нас самые базовые объекты которые мы запекаем будет двигаться то ничего хорошего мы не получим поэтому анимации у нас нет хоть и стоит галочка она все равно не запечет ничего потому что там пусто давайте на 1 назовем и сохраним это мы еще сделали все до запекания текстур давайте посмотрим что мы вообще увидим допустим спарке при создании объекта на плоскость выбираем world object превью мы выбираем просто белый лист delete me мы удаляем 0 0 1 закидываем в проект переносим драки а вот вот сюда и looping мы здесь отключаем вращение давайте сделаем весь экран и мы видим уже некоторую разницу в отображении в целом очень похоже но как минимум здесь не перенеслась вот текстура как я вам говорил с нодами то есть надо нужно запекать текстуру в данном софте принципе экспортируя формат fbx либо gldf чтоб текстура вшилась надо ее запечь но ты между программами несовместимы между ними могут быть трансферы некоторые плагины которые переносят скажем так мосты но это редко где есть например есть из корона рендер 3d max в анрил энджин вот такое есть там дата смит и так а теперь давайте сделаем все красиво как мы уже знаем например если мы работаем конкретно спарке спарке никак не создать тени то есть если мы добавим какие-то источники света у нас теней от объектов не будет все делается с помощью текстур конечно мы могли бы просто там подставить какую-нибудь подложку круглую например как нам изначально здесь предлагал в дракфе мы удалили этот объект шейдов назывался но нам хотелось бы сделать все очертания все контуры вдруг у нас объект какой-то сложный да и в целом делать качественную картинку нежели вручную что-то гадать это гораздо лучше и для этого нам понадобится рендер в блендере который называется cycles по умолчанию нас и давайте n на клавиатуре нажимаем чтобы скрыть панель и далее переходим в настройки рендера cycles давайте выберем gpu только cycles умеет запекать и он соответственно более прожорлив требует больших мощностей чем и в рендер я гпу выбрал бы что видеокарта у меня быстрее чем процессор скорее всего у вас также в предпросмотре я один озер включу и давайте нажмем визуализация сейчас у нас нет источников света блендер сам немножко подсвечивает чтобы был не просто черный экран я нажму shift и и создам источник света под названием area нажимаю g и я хочу его расположить по диагонали чтобы он как раз врезался в мои кубы чтобы это но куба создавалась тень но сейчас создав этот источник света особой разницы мы не видим потому что у него слабая интенсивность переходим в настройки источника света и power ставим побольше также давайте увеличим площадь света тем самым мы таким образом размываем тени наиболее сильно и давайте еще еще ярче сделаем и теперь материал который розового цвета мне не очень нравится потому что он очень контрастный давайте уменьшим эту контрастность ближе к белому вот так так нравится больше и еще один момент мне не нравится вот допустим вот это вот пятно белое ну то есть я бы хотел сделать его не настолько сильным потому что у нас источник света это не какая-то лампа на сцене это скрытый источник света который не видим и поэтому здесь в сфере я спекуляж снижаю достаточно сильно немножко отблеска ставлю но там даже еще чуть-чуть сильнее вот так и так теперь мы можем перейти к процессу запекания для этого переходим в шейдинг и здесь давайте тоже рендер поставим но это для себя вы можете этого не делать если вдруг это сильно нагружает вашу систему далее я нажимаю на плоскость каждый объект нужно запекать отдельно вот есть материал у него и отдельно когда вот я выбрал объект вижу его материалы я слева создаю ноду shift и нажимаю поиск и прописываю имидж выбираю image texture здесь нажимаю создать новое изображение у нас как раз разрешение совпадает с максимально допустимым спарке все остальное нас тоже устраивает нажимаем ok цветом неважный и собственно сейчас получается следующая картина нас выбран объект выбран его соответственно материал и выбрана нода текстуры где создана текстура собственно и после этого мы можем сделать запекание для данного объекта переходим в настройки рендера раскрываем список бэйк и здесь нажимаем у нас все устраивает комбинированный тип и так далее представим что это столешница можно отдельно тени допустим там шейдов выбрать нажимаем бэйк комбинированный тип делаем и у нас где бацерст запекание происходит слева мы видим вот появилась текстура уже создалась мы как раз видим что вот здесь у нас кубы стоят создалась тень жесткая эта тень уже вот она боковая идет и вот где сфера у нас тоже маленький кружочек черный создался отлично далее делаем то же самое с другими объектами название можно такое же он сам переименует нажимаем ok и и давайте также со сферой сделаем просто отдельно несмотря на все эти ноды также все отдельно делаем вот ничего не присоединяю окей мы сделали запекание всех объектов и так у нас есть текстура настройки материала и выход в материал и теперь нам нужно каждый объект переподсоединить color сразу к выходу допустим сделали раз ну и на каждом объекте так два три и четыре здесь мы можем в принципе включать отключать у нас видите ничто не влияет там источники света либо ничто не будет влиять на наши объекты потому что у них если говорить по-спарковский тип материала flat то есть материал на максимальной яркости он еще называется анлит по моему на максимальной яркости и материал такой какой он есть без каких-либо искажений преломлений так далее вот у нас запеченная сцена то есть смотрите что будет происходить если я буду там двигать объекты либо их вращать как видите запекание тени сделала очень классную картинку в принципе такую какую мы увидели в рендере давайте только отменяем и теперь сделав экспорт в глб давайте в 002 нас настройки должны были сохраниться но мы проверим чтобы применился модификатор то что subdiv да у нашей сферы и давайте 002 сохраняем теперь в спарке мы можем просто закинуть все поверх расположение а расположением они мы не меняли все окей и 002 перенести в драке таким образом мы можем сразу увидеть спарке невероятный результат будто здесь вот просчитаны тени все все круто очень мы конечно можем добавить там человечка сделать эту фальшивую круглую тень и допустим он ходит вокруг это в принципе нормально хотя когда он сюда зайдет здесь мы тоже можем сделать обманку допустим переключить у него там яркость текстуры либо какие-то другие настройки там может быть совсем другой материал просто переключить типа наиболее темный когда он зашел в тень мы можем сделать такой расчет но в общем систему нужно обманывать чтобы сделать отличную оптимизацию и отличную картинку и давайте соответственно сравним результат с запеканием результат без запекания но разница очевидно даже если в спарке мы настроим материалы как-то иначе допустим зайдем настройки материала там сделаем какой-то ну глянец да глянец нужно делать вот в реаль в реальном движке потому что с разных ракурсов разные но у нас нет отражения никаких абсолютно именно от объектов у нас есть только там глянец от hd-ray который там придает какие-то блики я надеюсь что это видео для вас было полезным в целом по работе с блендером и по работе с движком спарка для создания фильтров дополненной реальности также это может вам понадобиться и в других сферах применения у нас есть чат и по блендеру по спарку все ссылки в описании подписывайтесь на канал ставьте лайк пишите комментарий всего доброго всем пока